Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я познакомился с девочкой в интернете, общаемся уже 3 года, планы у меня на неё серьёзные и она в курсе. Понимаю, конечно, это может прозвучать дико, но мы вроде как встречаемся по виртуальности, говорим, что любим друг друга. Я её старше, она в отношениях никогда не была и даже не целовалась. Живём друг от друга далеко. Решил к ней приехать на Новый Год, она была согласна, но за месяц до она мне пишет, что хочет расстаться. Первая причина у неё была, что любит девушку, вторая это то, что она остыла ко мне, я ей сказал, что буду её ждать. Прошло 2,5-3 месяца и она мне сама написала. Хотя я замечал, что всё это время смотрел мои страницы в соцсети и когда она мне написала, то призналась, что очень боялась моего ответа на то, чтобы примириться и снова начать отношения. И как выяснилось, причиной было то, что подруги наговаривали на меня и она их послушала. Хотя я не знаю, правда это или нет. Мы примирились, она сказала, что больше так делать не будет, что очень любит и хочет в дальнейшем съехаться после её учёбы. Прошло полгода, ругались мы мало. Она даже сказала своим родителям про наши планы, что она хочет уехать ко мне. Но как-то раз я ей написал, она общалась с своей подружкой, на что я ей ответил, чтобы написала мне как освободиться. Написала, что уже ложиться спать. Пожелали друг другу приятных снов, это был второй такой день подряд, когда она была занята разговорами с подружками. После мы три дня друг другу не писали, я ждал, когда напишет она, а она видимо, когда я. И она мне написала, давай расстанемся мирно, так будет легче. Я её допытывал, что случилось, она опять мне сказала, что у неё кто-то появился, но потом опять сказала, что она сила и мы очень разные. Я конечно не отреагировал и сказал, что разорвут с ней все связи и опять наблюдал, что она смотрит мою страничку в соц сети. Я удалил свою страничку и заблокировал её в мессенджере, наверное зря. Помогите, что с ней происходит и что за поведение такое. Она девушка такая, постоянно занижает свою самооценку, говорит, что некрасивая и толстая, пытаюсь её исправлять, говорю как есть, а то мне всё нравится, не забивай голову. Всегда стараюсь её поддержать, у неё в семье тоже бывают скандалы, отправляю денежку раз в месяц при возможности на всякие мелочи. Хотя сама не просто, всегда возмущаюсь, зачем отправлял. Очень я её люблю и как быть не знаю, подскажите, пожалуйста. Спрашивает Дмитрий Анатольевич. Дмитрий, а вот в первую очередь как быть чтобы что? То есть, что вы хотите изменить в этой ситуации? Ну, вы вроде как её заблокировали, вы вроде как отреагировали определённым образом на её, как бы, поведение. Что, в принципе, мне кажется, ну, имеет место быть, да? То есть, ну, мы сейчас не говорим о том, хорошо это или плохо, то как вы отреагировали адекватно это или нет. В данном случае это не так важно. Важно то, что, ну, вы совершили какое-то действие, важно то, что вы проявили какую-то позицию, важно то, что вы как бы, ну, выразили что-то. И вы получили определённый результат. Так чего вы хотите? Как быть чтобы что, Дмитрий? Вот. Потому что на данный момент ситуация, ну, скажем так, скажем так. Она не то чтобы завершённая прям. Во. То есть я, конечно, не могу сказать, что она прям завершённая. Но и как быть чтобы что, непонятно. Потому что у девушки определённый склад характера. Девушка живёт в определённой, скажем так, парадигме, да? В определённой реальности, скажем так. И в ближайшее время без психотерапии, без помощи ей вряд ли она из этого состояния выйдет. Потому что ей сложно. Вот. Это первое. То есть сформулируйте для себя. Я хочу как-то быть чтобы что. Если вы хотите, например, выстраивать гармоничные отношения с ней, это одно. Если вы хотите разобраться в себе, это другое. Ну, то есть как-то вот более... Эээ... Ну, более чёткую позицию, да? Иметь. Это другой момент. Вот. Так что, это первое. Второе. Эээ... Давайте вот по... Ммм... По тексту прям... Сейчас пройдёмся. Ещё раз. Я познакомился с девочкой в интернете. Общаемся уже три года. Смотрите. Эээ... Ситуация какая? Ситуация следующая. Эээ... Люди знакомятся в интернете... Люди знакомятся... Не просто так. То есть в том смысле, что... Знакомство в интернете является... Эээ... Специ... Эээ... Специфической формой общения. Специфической формой... Формой взаимодействия. Эээ... Эээ... Становится возможным... В нескольких случаях. Первый случай. Это когда... Эээ... Эээ... Встречаются люди, у которых... Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... Эээээ... когда человек сознательно или бессознательно, ну, как правило, бессознательно, по крайней мере, в моей практике так, избегает реальных контактов. Или в реальных контактах человек терпит определенные неудачи. И не желая, как бы, переживать боль, не желая обжигаться, человек выбирает для себя безопасный способ, ну, по его мнению, безопасный способ взаимодействия в интернет. И выбирает для себя такой вот стерильный, да, рафинированный вид контакта, где, в принципе, отсутствуют все факторы взаимодействия в реале. То есть это вот, в частности, невербальная коммуникация, в частности, широта, глубина контакта, да, потому что интернет все это ограничивает, фокусируясь только на определенных направлениях, скажем так, коммуникаций. Поэтому вам здесь важно увидеть, что, как бы, если мы берем ваше дистанционное общение за основу, то оно не стоит ничего, потому что без реальных встреч, без живого взаимодействия, интернет-общение это просто интернет-общение, а не более того, понимаете? И ваши планы, какими бы серьезными они ни были, в данном случае представляются в нескольких аспектах. Первый аспект – это то, что планы на кого-либо есть ожидания. Есть ожидания. Например, у меня есть планы на вас, что после моего ответа вы дадите мне обратную связь и начнете консультироваться. Это мои планы на вас. Ну, как бы, когда вы это слышите, вы можете сказать, нет, я не собираюсь этого делать, нет, я не собираюсь давать обратную связь, нет, я не собираюсь с тобой, Андрей, консультироваться. Вот. Вы можете сказать наоборот. Вы можете сказать, да, хорошо. Но вы можете сказать и нет. Понимаете? А наличие планов предполагает обязательно, обязательную реализацию ожиданий. И если этого не происходит, человек испытывает разочарование. Человек испытывает, ну, скажем так, ну, какую-то болезненность может быть, человек испытывает. То, что, например, мы называем фрустрацией, да, то есть, когда, вот, невозможно удовлетворить свои, так скажем, потребности, да, свои, свои, свои желания. Вот. То есть, здесь происходит следующее. Важно понимать. Здесь происходит опредмечивание человека. То есть, то, что у вас на нее планы, говорит о том, что вы хотите, вы хотите реализовать какие-то свои желания с ней. Но у девочки на этом может быть свой желание. Поэтому строить план на человека, значит, по сути, проектировать, или иными словами, переносить на него свои желания. Да? Вот. И следующий аспект общения в интернете, это, конечно же, образ. Да? То есть, это образ. Интернет общения в большей степени предполагает взаимодействие с образом. То, о чем говорил мой коллега. Но связано это в данном случае не с тем, что, например, вы влюбились в образ, хотя вы, безусловно, можете любить, можете любить образ. А связано это с тем, что само интернет общения предполагает такую вот образность. Без этого никак. Общаясь в интернете, мы так или иначе, дополняем реального человека своими, ну, вот, как бы так сказать, да? Своими, ну, фантазиями, что ли. Вот. Своими какими-то догадками относительно этого человека и так далее. То есть, по-другому в этом смысле, по-другому мы не можем. Но это очень опасно. Это очень опасно, потому что, во-первых, живого человека таким образом мы не видим. Во-вторых, у нас есть ожидания к этому человеку. И, в-третьих, как бы мы постоянно надеемся на то, что человек будет таким, каким мы хотим его видеть. Видеть, а этого не происходит. И нам от этого больно. Мы фрустрируем и в то же время надеемся. И получается зависимость. Дальше. Планы у меня на нее серьезные. Вот понимаете, да, как бы? То есть, планы у меня на нее, это вот некая такая доминирующая позиция, позиция над. Но в то же время позиция и зависимая. А все, если у нее свои планы, да, на ваши планы. Понимаю, это может прозвучать дико, но мы вроде как встречаемся при виртуальности и говорим, что любим друг друга. Ну, понимаете, как бы вот это звучит не то, чтобы дико. Это звучит просто не серьезно. В том смысле, что, ну, говорит-то вам все что угодно, а любовь – зрелое чувство. Глубокое чувство. И оно не может возникнуть в интернете. Реальные встречи нужны. Я ее старше, она в отношениях никогда не была, даже не сцеловалась. Вот здесь смотрите, Анатолий. Ой, Дмитрий, простите, Дмитрий Анатольевич, простите. А здесь смотрите, какая штука. А здесь новая история про то, что в себя обезопасить, как будто бы. Она не была в отношениях, она неопытная. Я в отношениях, соответственно, был, я более опытный. Люди ведут себя так, когда хотят себя обезопасить. Когда по факту хотят воспитать партнера. Но воспитание партнера, к сожалению, предполагает часто позицию спасателя. То, о чем говорит мой коллега Кудрышев Игорь. Так, дальше. Значит, живем друг от друга далеко. А, да, она даже не сцеловалась. Вот тут такой вопрос. А насколько вам это важно? Что она никогда не сцеловалась, не была в отношениях, соответственно. Живем друг от друга далеко. Решил к ней приехать на Новый Год. Она была согласна, но за месяц до она мне пишет, что хочется расстаться. Это классическая история про страх. Такой человек, как данная девушка, не бывшая в отношениях, да. Естественно, она будет бояться, что к ней кто-то приедет. Это нормально. То есть, здесь, как бы вы, по факту, ну, пожинаете плоды, можно сказать, своего выбора. То есть, если вы выбираете неопытного человека, то, естественно, у этого человека не будет ни четкой позиции, ни уверенности, ни чего-то еще. И вот вопрос. А вы готовы такую цену платить? Дальше. Значит, она... Так, она мне пишет, что хочет расстаться. Первая причина у нее была, что любить девочку. Вторая то, что она остыла ко мне. Я сказал, что буду ее ждать. Смотрите, Дмитрий, вот здесь аспект такой. Вы собираетесь присядить к ней на Новый Год. Она пишет, что хочет расстаться. Вы относитесь к этому слишком серьезно. То есть, вы к ней не приезжаете на Новый Год. И у меня вопрос, почему? Ну, то есть, если вы ее старше, если вы позиционируете себя как более опытного партнера, то, на мой взгляд, было бы логично, если бы вы к ней приехали все равно. Ну, просто побывайте в ее городе на пару дней. Ничего страшного. Вот. Но вы к ней не приезжаете, как я понял. Здесь что? Какие процессы с вашей стороны происходят? Это страх, это ожидание разрешения, это нежелание делать что-то просто так. Это еще что-то. Давайте проясним этот момент, почему не приехали. Не в том смысле, вот поймите, Дмитрий, не в том смысле, почему вы не приехали, ах вы какой плохой, вы должны были приехать. Нет. А именно в смысле разобраться, именно в смысле того, чтобы нам с вами разобраться в этом. Чтобы нам с вами понять, если вы не приехали, хотя по идее хотели, по идее считали этого, по идее для вас это важно, то почему-то вы этого не сделали. И вот задача, как психолога, в том числе, прояснить этот момент. Дальше. Так, значит, ну, после трех месяцев она вам написала, я замечался на все это время, смотрел мои странички в соцсетях. Да, понимаете, здесь происходит следующее. Здесь происходит переключение. Это тоже важный момент, достаточно. Здесь происходит переключение по факту, как бы, отношений, да, в сферу интернета. Такая фильтрация, это важно понимать, такая фильтрация, то есть, как бы, проявляя внимание к тебе тем, например, что, смотрю свою страничку в соцсети, такая фильтрация, она губительна для отношений, потому что, ну, как бы, здесь средство, да, заменяет предмет. То есть, средство, средство, ну, выражение себя в отношениях заменяет предмет, заменяет, заменяет сами отношения, к сожалению. И, на мой взгляд, это серьезная проблема, на мой взгляд, это серьезная проблема, потому что одно другое, одно другому, точнее, мешать не должно. Одно на другое накладываться не должно. Но в вашем случае происходит именно это. То есть, что внимание, по сути, вы друг другу проявляете через интернет. Проблема ли это? Да. Проблема ли это? Прямо это три года, срок большой. Три года, большой срок. Знаете? За три года отношения нужно. Ну, вот, по сути, перевести уже в более, так сказать, плотное взаимодействие. Этого не произошло. Дальше. Я ей сказал, что буду ее ждать. Ну, ждать вообще кого-либо не очень хорошая идея, потому что это дает человеку, как бы, как правило, такое излишнее, скажем так, чувство, излишнее, скажем так, ощущение, что он важен, что он важен чересчур. Это дает ощущение, что никуда человек не денется. То есть, для девушки, вот, ваша позиция означает, что вы никуда от нее не денете, что бы она, ну, что бы она не сделала, да, как бы она не поступила, все равно, вот, никуда, как бы вы от нее не уйдете и никуда вы не денетесь. То есть, эта вот история не очень хорошая. В этом смысле. А с учетом того, например, что вы старше, да, вот, это, ну, как бы, может вызвать еще больше заблуждений у человека. Дальше. Она мне написала, потом, значит, призналась, что боялась моего ответа на то, чтобы примириться и снова начать отношения. Ну, здесь, конечно, сложность, как мне кажется, основная. Это заключается в том, что по факту у вас отношений нет. А, по сути, вот, есть у меня такое вот ощущение, есть у меня такое чувство, что девушку в общем и целом, ну, как бы, все устраивает. Ее устраивают такие отношения, ее устраивает такая модель отношений, вот, понимаете? Ее устраивает такая модель отношений, когда вы на расстоянии, вот. Ей просто это нравится, вот. Она не хочет, она не хочет что-либо менять. Вот. Ее все устраивает. То есть, когда вы приближаетесь к ней довольно сильно, когда вы, ну, когда речь заходит про то, что вы приедете, вот, ну, чтобы встретиться, да, вот, она делает шаг назад. Вот. Что говорит о том, что она не хочет, что говорит о том, что она не готова, что говорит о том, что она не заинтересована в том, чтобы с вами, вот, встречаться, ну, как бы, в реальности. Вот. Вот. Это не значит, что она плохая, эм, совершенно. Это не значит, что она плохая. Это значит только то, что вам нужно увидеть этот момент. Вам нужно его увидеть и определить для себя, а меня как бы это устраивает или нет. Но здесь вам, как мне кажется, как мне кажется, повторюсь, здесь вам мешают ваши планы. То есть здесь вам мешает то, что у вас есть планы, от которых вы отказаться не готовы. планы на нее. И, скажем так, серьезность этих планов зависит от того, продуктом чего эти планы являются. Понимаете, да? То есть, ну, то есть, что это значит, продуктом чего эти планы являются. Да? Что это означает? Это означает, что если ваши планы являются производной от, например, некоторых трудностей, от некоторых неудач, от идеи компенсации, то есть вы, ну, за счет, за счет этих планов пытаетесь что-то компенсировать, что вам это мешает увидеть реальное положение вещей, реальную позицию девушки. Вот. И признать реально. Понимаешь, да? Понимаешь, да? Дальше. Значит так. Выяснилось, причиной было то, что подруги наговаривали на меня, она их послушала. Ну, ну, вне зависимости от того, правда это или нет. Важно понимать, что девушка неуверенна в себе. Вне зависимости. Вне зависимости от того, правда это или нет. Вы понимаете, что девочка не уверена в себе. И, ну, соответственно, если девочка не уверена в себе, вот, если она в себе не уверена, то подобные ситуации будут повторяться. Вот. И вам, вот, опять же, да, вам для себя нужно определить, я готов постоянно, как бы, вот, ну, постоянно, я не знаю, бороться, условно говоря. Да, постоянно, там, что-то доказывать, да, постоянно, ну, чуть ли не объяснять, что я не слон. Понимаете, какая штука? Ведь может же быть такое, что вы просто ждёте, что она перестанет. Может быть, же, может же быть такая история, что вы просто ожидаете, что она не будет так себя вести. Понимаете, потому что, опять же, планы ваше и на неё, вот. А она не меняется. Дальше, мы примирились, видите вы. Ну, здесь хочется сказать следующее, кто мы, как примирились, да, потому что, ну, я не склонен, как бы, на веру воспринимать такие вещи, потому что прекрасно понимаю, что говорить, что я тебя простил, это не то же самое, что простить. Я понимаю, что примирение без выработки, без выработки каких-то решений, ну, по сути, ничто. То есть толку от примирения, если вы, например, ничего не решили, если вы не выработали каких-то моделей поведения, ну, вот, там, условно говоря, в ответ на вызовы какие-то. А то, что эти вызовы будут, это факт, потому что, ну, всё-таки вы живёте на расстоянии, и у других людей, которые находятся ближе, чем вы, больше ресурсов для того, чтобы на девушку влиять. Особенно, если она не уверена в себе. Ну, а мы уже, в общем и целом, поняли, что, вот, в себе она не уверена. Да? Вот. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что мы это поняли. И вам, и вам нужно для себя решить, а я её, вот, принимаю, такой-то, вот, неуверенно-то в себе, ну, вот, или нет. Я готов, как бы, вот, а, ну, там, а, я готов признать, что она, вот, такая, да? Что она, вот, такая, вот, в себе неуверенная, как бы. Если готов, хорошо, супер. Если вы готовы. Замечательно. Отлично. Но мне-то кажется, мне-то кажется, что вы ждёте, что вы надеетесь, что вы ожидаете, что она изменится. Что больше так не будет, только потому, что вам она пообещала, например, что. Поэтому, да, когда вы говорите о примирении, когда вы говорите о том, что помирились, первый вопрос, который возникает, он именно такой. Что вы понимаете под примирением, да? Как это примирение произошло? Какие выводы вы сделали в ситуацию? Поговорились ли вы о чём-то? Если нет, это не примирение. Это, ну, не много, не много, не мало, это просто иллюзия. Вот. Извините, но... Это так. Может быть. Вот вполне может быть такая история, что вы просто как-то вот не захотели ситуацию, что называется, долженать. Вот. Ну, может быть, испугались, да, может быть, побоялись, да, может быть, решили, ну зачем, как бы не надо. Вот. И, в итоге, это осталось вот так, как осталось. То есть проблема не решилась. Вот. Вы просто, там, словно говоря, забили. Вот. И всё. Ну, как бы, к сожалению, это работает немножечко не так. Ну, понимаете, да? Я надеюсь. Дальше. Она сказала, что больше я делать не буду. Ну, как-то раз я ей написал, она общалась со своей подругой, на что я ответил, чтобы написала мне, как освободиться. А, извините, что мешало, или, что мешает, общаться, как бы, параллельно. Ну, то есть, она общается с подругой, и она общается с вами, вот. Что мешает, общаться и с вами, и с подругой. Я вот, как-то, этот момент не очень понял. Понимаете, да, как, о чём, ну, вот, о чём я говорю. То есть, здесь что? Здесь про что? Здесь про конкуренцию за внимание. Я хочу, чтобы ты общалась только со мной. И не хочу, чтобы ты общалась с кем-то другим. Вот. Понятно, что я могу что-то неверное в данном случае понять, да? И, может быть, вы совсем другое имели в виду. Но пока что, исходя из того, что вы описываете, я могу сделать именно такое предположение. И если это так, то это показывает, во-первых, вашу неуверенность в себе. Во-вторых, определённую такую тенденцию к манипулированию. Это манипулирование. Во-вторых, отсутствие доверия, то есть, как бы, ну, невозможность, скажем так, прямо сказать, например, о том, что вам неприятно, что она общается с подругой, или, там, что она вам нужна, или вот что-то ещё в таком духе. Ну, вот. Опять же, здесь речь не про то, что вы должны, поймите правильно. Здесь речь про то, как вы выстраиваете отношения. Понимаете, да? Понимаете, да? Вот. Это очень важный момент. Потому что такая вот позиция, как «Освободися, напиши», к сожалению, говорит об акцентированности общения. Говорит об, ну, несколько вот, знаете, скажем так, несколько не на том сосредоточенном векторе взаимодействия. Ну, как бы, вот, между вам. Понимаете, да? Какая штука. То есть, вам здесь нужно подумать, а почему я так написал? Почему я так сказал? Типа «Освободися, напиши». Дальше. Это был второй день подряд, когда она была занята разговорами с подружками. И что? После мы три дня друг другу не писали. Почему? Я ждал, когда она написана, видимо, когда я. Что говорит о том, что вы хотите друг от друга что-то получать, а не давать. Что говорит о том, что, скорее всего, друг для друга вы именно опора. Или, как говорят, костыль в психологии. Костыль нужен тогда, когда человек пытается компенсировать свою некоторую невротичность внутреннюю за счет другого. Она мне написала, давай расстанемся мирно, так будет легче. Похоже на стандартность. Я её допытывал, что случилось. Зачем допытывали? Она опять мне сказала, что у неё кто-то появился, она потом опять ответила, что толстыла, мы очень разные. Ну, то есть человек боится. С учетом того, что вы на расстоянии никогда не видели. Я отреагировал, конечно, и сказал, что разорвут место связи, и я опять наблюдал, что она смотришь мою страничку в соцсети. А как отреагировали-то? Как вы сами относитесь к своей реакции? Я удалил свою страничку и заблокировал её в мессенджере. Наверное, зря. Почему зря? Помогите, что с ней происходит, что это за поведение такое? Я в целом не сказал, но профессиональная этика запрещает говорить о третьих лицах. Мы можем говорить только про вас. И помочь вам разобраться только всегда. Она, девочка такая, постоянно занижается в этом машине, говорит, что некрасивая толстая, пытается её исправлять. Ну, здесь, это вот треугольник Карпмана, изучите, пожалуйста, в интернете. Плюс это похоже на манипуляцию. Говорю, как есть. Как есть, для кого? Для вас одно, для неё другое. Всегда стараюсь её поддержать, что у неё сегодня тоже бывают скандалы. Так, помогаете, хотя сама. Так, ну здесь вы как будто попытаетесь себя оправдать. Здесь вы пытаетесь себя оправдывать. Не очень хорошая идея, честно говоря. Вот, потому что, ну, как бы, опять же, как бы, искажается образ человека. Вот. Вот как-то так. В целом я бы хотел больше конкретики относительно того, какую проблему с помощью психолога вы хотите решить. Помощь в чем вы хотите получить. Не в контексте того, чтобы понять её, потому что повторюсь. То, что вы говорите про неё, это ваша позиция. Это ваше мнение. Нам, чтобы получить более-менее адекватную картинку, нужно было бы ещё послушать её. А человек как бы не хочет. Человек может не хотеть, ну, что-то рассказывать психологу. И, соответственно, у нас только ваша позиция. А эта позиция, ну, как бы, лица вовлечённого, заинтересованного. Поэтому, я бы не тратил своё время, своей силой на то, чтобы вот пытался понять её, а пытался бы разобраться в себе, в своих приоритетах. Если она вам дорога, если вы её любите, если у вас их не чувствуют, ну, как бы, нужно, наверное, предпринимать то же действие. Потому что три года, как я понял, вы не встречаетесь, только там переводили ей какие-то деньги. Вот. Нужно реальное общение, чтобы вы увидели, какой она реальный человек, чтобы она увидела вас. Вот. Например. А для этого нужно определиться в своей позиции. Для этого нужно, как сказал мой коллега, стать независимым. Сейчас вы зависимы. И зависимы вы в том числе в том, что пытаетесь быть нужным. Что значит, что вы не чувствуете себя нужным. В целом, глобально. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.